Решающий штурм. Здание, захваченное противником, вычищается шквальным огнём. Шум запредельный, чтобы не получить контузию, на каждом специальные наушники. Обратите внимание, впереди идёт солдат со щитом. Вес брони почти 50 килограммов, и она защищает всю штурмовую группу. Щит имеет двойное назначение. Помимо того, что он освещает проход для группы, он очень сильно бьёт по глазам. Противник может идти не только прицельный огонь, но он, в принципе, уже полностью обезврежен. А вот как это выглядит со стороны противника. Сейчас атакуют двумя группами, чтобы дезориентировать врага. Действовать нужно синхронно. Вот где проявляется солдатская выручка. Когда вы все вместе занимаетесь одним делом, все вместе занимаетесь мужским делом, поэтому ты видишь товарищей, которые бегут рядом с тобой, и поэтому колени не дрожат. Инженерно-штурмовые подразделения воссоздано три года назад. Они мобильные, а в арсенале есть всё, что нужно для ведения боевых действий. Вот инженерные машины разграждения сносят горящий завал. Колонна может идти дальше, но на пути мины. На помощь приходит установка разминирования. УР-77, выпущенный ею заряд, пикирует на минное поле. Взрывается вещество, взрывается и, соответственно, уничтожает, скажем так, ликвидирует все мины, которые есть, скажем так, установлены. Этих солдат ещё называют инженерный спецназ. Во время Великой Отечественной войны инженерные войска брали Кёнигсберг. Сегодняшние военнослужащие тоже доказывают, для них нет невыполнимых задач. В этом году инженерно-штурмовым бригадам исполнится 75 лет.